Всем привет! Мы с вами в салоне Шкода. Давайте посмотрим, какие автомобили представлены и какие цены. Компания Шкода Автороссия продлевает спецусловия на покупку автомобилей марки, которые будут действовать с 1 по 31 августа. При приобретении Шкода Кодиак в этот период можно сэкономить до 206 тысяч рублей. При покупке Супер можно сэкономить до 215 тысяч рублей. При покупке Шкода Октави или Рапида можно получить выгоду до 162 и до 128 тысяч соответственно. С 1 по 31 августа по-прежнему актуальны предложения по классическому кредиту и кредиту Симпли Клевера. Для Супер предусмотрена ставка от 8,9%, а для Кодиак от 6,9%. При этом первоначальный взнос для обеих моделей составит от 15%. Для будущих владельцев Рапид и Октави ставка составит от 3%, при первоначальном взносе от 50%. В этом месяце также продлевается акция при покупке моделей Октави и Кодиак с тарифом по страхованию КАСКО 3%. Также в августе продолжает действовать программа утилизации Trade-in. Клиенты бренда смогут сэкономить до 130 тысяч рублей в зависимости от сдаваемого автомобиля. Предложение действует для всего модельного ряда Шкода 2019 года выпуска. Вот такие скидки. Давайте начнем, наверное, с Суперба. Такой необычный цвет. Я имею в виду, что машина все-таки такая представительская. И такой вот, скажем так, нестандартный цвет. Ну, не знаю, наверное, люди у всех разные вкусы. Такой цвет тоже кому-то зайдет. Давайте почитаем. Продолжим. Итак, Шкода Суперб. 1.4 Амбишн. 7-ступенчатый DSG. 150 лошадиных сил. И тут у нас еще допы какие. Пакет бизнес для Амбишн. Но я не буду все перечитать. А вы вот так посмотрите, да? По-моему, вот так вот все достаточно видно. Вот. Значит, тех характеристики. Мощность 150 лошадиных сил. Максималка 220. Разгон до сотни 8,8 секунды. Расход топлива в смешанном цикле 5,9 литров на 100 км. Объем багажника 584 литра. Или, если спинки разложить, задние 1719 литров. Ну, в общем, все прекрасно видно. Вы посчитали. Стугность машины 2 миллиона 123 тысячи рублей. Про скидки я вам уже какие есть сказал. В конце еще напишу. Значит, ну, что тут у нас. Передачки парковки. Зонный свет. Все здесь красиво. Диски. Ну, диски стандартные. Резинный континенталь. Тут пластик стоит почему-то. 215-55 R17. Повторители поворота в зеркалах. Хромерная окантовка стекол. Давайте так бегло посмотрим, что тут предлагает. Все делано мягким. Замечательно. Все электростеклоподъемники. Здесь мягкий подлокотник. Электропривод сидений. Память сидений для троих. У нас кожаный салон. Бокс-подлокотник. Здесь вот так все выглядит. Все круто. Тут тоже все на высоте. Видите, сколько всего-всего-всего. И большой экран. И климат-контроль. Руль в кожу. Мультируль. Ну, опять же, цена за 2 миллиона. Я лично считаю, это мое мнение, что, наверное, все-таки за такие деньги лучше взять кроссовер. То есть клиренс выше. Все остальное, допустим, движок такой же и так далее. По удобству в кроссовере, в принципе, то же самое. Но в любой момент можно съехать где-то с трассы, в поле, там, что-то еще. Или крышки подъехать. Здесь что у нас? Камера задней видно. Подсветка номера. И видите, у нас электропривод багажника. Высоко. Крышка поднимается. Смотрите, как. Отлично. Багажник просто безразмерный. Видите, как здесь все, куча пола всякие, крючки тут. Еще вешалки такие, розетка тут. Подсветка еще, подсветка. Дофига чего. Конечно, вот такой был бы rapid-дак. Вообще красота. Вот еще вот здесь. У нас вот так. Я так понимаю, да? Так, хоп. Надо еще попасть, правда. Ну, вот мы попали. И у нас, где здесь, запаска. Все. Достал. Колесо поменял. Полочка у нас висит. Все сделали. Сняли. Закрыли. Отлично. Правда, вот порожек сам высокий. Знаете, сколько здесь. Такая высота. Ну, что есть, то есть. Закрываем. Классно так, без шума закрылась. Цвет, конечно, вот несколько необычно повторюсь. Ну, глянцевые стоечки. Пока у нас четыре модели. Вот уже осенью глубоко обещает Шкоду Короб. И, как мне сейчас сказал менеджер, уже у них план продать до конца года 5000 машин. Я так понимаю, по России. Ну, не знаю. Вот прямо такие жесткие все условия. А может, не пойдет еще. Опять же, уже по движкам известно. Будет 1,6-литровый мотор бензиновый. Потом будет турбо 1,4 и 2-литровый. Такие вот бешки будут. Новый Шкода Кодьяк. 1,4-три-стай. Актив. 6 DSG. 150 лошадок. И здесь полный привод. Здесь еще есть доп. опции. Опять же, здесь доставлен пакет Актив. Вот, посчитайте, что сюда входит. И стоимость машины 1 миллион 950 тысяч 700 рублей. Ну, вот опять же, там добавили пакетов, да, чего-то все такое. Что получается? Передатчиков парковки нет. Резина у нас какая. Перелли, но диски стандартные. Пластик стоит. Повторители здесь. Зеркала. Тут я не вижу, что был бесключевой доступ. Здесь уже фетра стоит. Ну, давайте глянем, что в комплектации Актив с пакетом добавили мягкие подлокотники. Здесь нормально. Селедро-стеклоподъемники. Лифт сиденья. Вот этим барашком мы крутим угол на спинке. У нас тканевое сиденье. Руль в коже. Мультируль. Понятное дело. По высоте повалитой регулируется. Работа со светом. Приборка. Позже у нас такой бокс-подлокотник. Электронный ручник. Ну, тут тоже все всем понятно. Пленочка еще на экране. Климат-контроль. Тут видите, как все. И вот по этому поводу сейчас расскажу. Люди купили тоже Skoda Kodiaq. И вот он говорит, что вот видите, здесь только вот так регулируется. Вот здесь нажимай кнопкой, и у нас подголовник вот так. Я спросил у менеджера автоповой версии. Он говорит, что во всех версиях Kodiaq только вот так подголовник работает вверх-вниз. То есть не как в Тигуане кнопку нажимаешь, и он еще вперед так выдвигается. Здесь только вот так. Поэтому на форумах люди пишут, что в общем не особо в дальней дороге удобно. Поэтому где-то окольными путями, кто, допустим, может, покупает подголовники от Volkswagen, ну и после Tiguan, и уже используют их здесь. В версиях от Kodiaq, ни в топовой, ни в базовой, нету, чтобы вот здесь была еще продольная регулировка. Не знаю, с чем связано, но вот такое дело. Идем дальше. Давайте же по Kodiaqам еще один Skoda Kodiaq. Тоже здесь полный привод, задние датчики парковки. Вот такой стандартный цвет. У нас черные рейлинги. Походу это тоже не топово. А, кстати, у нас, видите, там рейлингов нет. Обратите внимание, как там машина смотрится. Здесь как-то вот с рейлингами. Мне кажется, более круче машина выглядит. Только у нас еще есть подножки. Давайте смотреть, что здесь. Вот видите, шторки такие вот. Сланировку не обязательно делать. Здесь, видите, у нас столики. Давайте заглянем. Кстати, удобная штука. Вот так вот. Здесь еще есть, да, фотографии подстаканники есть. То есть, дальние дороги где-то встали. Классный вид и покушали. Допустим, здесь можно еще вот так вот под углом сделать. Тут видите, такой выступ. Телефон положить или планшет. И смотреть, допустим, куда они дороги. Какой-нибудь фильм, там, не знаю, концерт, клипы. Здесь. Опа, тут видите как. Давайте посмотрим. Здесь у нас розетка, еще розетка и разъем для зарядки гаджета. Вот как раз сюда, допустим, подсоединили свой планшет, например, или телефон. Идет зарядка и вы смотрите в данной дороге видео. Очень удобно. Не нужно. Вот так опускается. Тут есть карман. Вот так, видите, в разложенном виде. Замечательно. Давайте отсюда посмотрим, что здесь предлагает. Тоже у нас в ДСГ. Большой экран. Ну, тут все уже пошло. Стандартно. Руль в коже. Мультируль, селятся стиклоподъемники и так далее. Накладки на педалях. Здесь уже поинтереснее салон. Вместе с материалом тоже есть ткань. Но такая уже более интересная. Кожаный бокс-подлокотник. У нас, видите, бонусные крючки есть. Хорошо. Давайте посмотрим движок. Какой у нас двигатель здесь. Двухлитровый. Вот так вот он выглядит. Шумка есть. Видите, у нас здесь под капотом один замок, второй замок. Капот большой. Уплотнитель. Еще один уплотнитель. Ну и человек тоже купил друг Кадьяк. Он еще здесь наклеил. Тоже уплотнитель. И еще здесь наклеил. Потому что, говорит, вот здесь закидывает грязь. И тоже все было в грязи. Говорит, пока не заклеил. Вернее, не наклеил дополнительное. Ну, в общем, все видно прекрасно. Давайте почитаем, что же просят за такую машину. Кстати, передачки парковки тоже нет. Новый Skoda Kodiaq 2.0. Ты давай Ambition 7 DSG 150 лошадиных сил. Тут тоже еще у нас стоит доп. опции. Функциональный пакет Ambition. Потом еще Ambition 2. Ну, собственно, наверное, без всего этого машина была бы намного дешевле. Стоимость машины, как видите, 2 миллиона 319 тысяч 900 рублей. Ну, вот так все происходит. Машина, конечно, огромная. Багажник. Давайте багажник посмотрим. Здесь вроде посветлее, чем там. Тоже электропривод багажника. Здесь у нас, видите, пластик по всему периметру. Хорошо. Смотрите, какой-то уже огромный багажник. Ну, вот сидение у нас спинка опущенная. И как бы не совсем ровный пол. Тут у нас что-то огромное полка тут можно положить. Вы видите, такие здоровые крючки. Здесь есть, опять же, вот фонарик. Но его не обязательно. Мы его покупать можем без него. Подсветка. Здесь еще крючки для сеток. Ниша большая. Тут еще одна ниша. Тут тоже крючки здоровые можно приспособить. Здесь повесишь, что там розетка. Давайте посмотрим, что тут. А полик, смотрите, какой хлипенький. В смысле, ДВП. Вот. Ну, зато здесь, видите, сколько у нас органайзеров. Наверное, все-таки за счет того, что вот это, видите, здесь площадь большая. Он твердый. Плюс еще вот это. У нас здесь органайзер запаски. Соответственно, может, поэтому и сделали такой полик. Ну, тут много еще можно положить. Закрываем. Хорошо, замечательно. Закрываем. Ну-ка. Да, вот тут все-таки в конце доводчик что-то притормаживает. Это плавно не так и закрывает. Нормально. Идем дальше. Skoda Rapid. Такой коричневый цвет. Skoda Pits 116 Ambition. Кстати, вот такой же двигатель будет стоять 116 в новом короке. Здесь у нас с 5-ступенчатой механика и 90 лошадиных сил. Тут тоже стоит пакет Hockey Edition Ambition, в который входит много чего. Там и диски. Литье, клаббер, трехспицевый кожный мультируль. С управлением радиотелефона. Макси Дот. Задний парктроник. Центральный подлокотник. Спереди спецобивка сидений. Ну и так далее. Вот так, наверное, если почитайте, видно, все будет. В итоге машина стоит 1 миллион 71400 рублей. Притом, повторюсь, что у нас будет здесь ручка и двигатель. Мощность 90 лошадиных сил. Hockey Edition. Но цвет зачетный. Мне нравится такой цвет. Не знаю, как вам. Резина Bridgestone. 105, 555 и R16. Две диски, в общем-то, неплохие. Сзади у нас стоят здесь барабаны. Ну и давайте посмотрим, что здесь. Hockey Edition. Хockey Edition. Люди пишут в комментариях, что, мол, Skoda всегда идет на уступки. И все делают хорошие скидки. Так или нет, не знаю. Но, в любом случае, надо приходить торговаться. Вот я сейчас сиденье отодвинул максимально назад. И как-то вот мне кажется, что близко к румю. Кстати, кстати, вот опять же, смотрите. Опускаем камеру. Что это такое? Вот это. Видите, да? Что здесь, что здесь. То есть, как я и говорил, это у многих машин. Все эти полоски видно. Поэтому, как-то так. То есть, тут у нас предиступка механика. Такие вот крутилочки. Кондиционер. Ну и такой вот экранчик. Ну, не знаю. Больше миллиона стоит такая машина. Сейчас опять начнете спорить. Миллион 17, да? Вот со всеми этими пакетами стоит вот эта машина. По-моему, миллион. То есть, сотню докинуть. И уже будет идти Аркана с двигателем 1,6. С 111 лошадей и вариатором. Ну и там это будет не самая бедная комплектация. Ну вот, как считаете? Что такую купить? Или все-таки Аркану? При том, что здесь как бы тоже не особо-то и место в салоне в севере, что салон узковатый. Ну вот, только что багажник большой. По сути, там ненамного меньше багажник. Ну, может, чуть поменьше, да? В Аркане. Вот. Ну, зато там, опять же, и модель посвежее, и клинец повыше. И так далее. Что скажете по этому поводу? Ну и вот у нас осталась Актаха. Давайте посмотрим. Сколько она уже, наверное, месяца три стоит. Если не больше. Тоже Хоккей Эдишн. Передние датчики парковки. Такое стандартное литье. Чуть-чуть потоньше бы спицы, да? Но как-то вот с ними, мне кажется, не очень смотрится машина. Как считаете? Сейчас опять скажешь, я придираюсь. Я опять же придираюсь, я рассказываю свое мнение. Передние брызговички сзади тоже имеются. Давайте чуть-чуть отвлечемся еще раз, да? Смотрите, вот у нас машина идет с завода. Нету брызговичков, да? Сзади тоже нет брызговичков. То есть, вот только вот здесь вот висят. Видите, вот небольшие такие. То есть, опять же, дилеры могут разводить на что? Мол, типа, вот если вы сейчас не поставите здесь брызговички, то, типа, эти гайцы могут остановить и, типа, докопаться, почему нет у вас брызговиков. Соответственно, вы смотрите на сайте и видите, что машина с завода идет без брызговиков. То есть, если вы просто хотите поставить добровольно, просите дилера, да, пожалуйста, ставьте. Если вам дилер будет навязывать, а вы знаете, что это все мотивирует тем, что вас могут достать гришники, то это все лабуда, видите, у нас с завода идет без этих брызговиков. Так что, если у вас гришники остановят и спросит, почему, а вы скажете, что да, вы же вы подкованы, скажете, что вот так и так, у завода машина идет без брызговиков. Так что, предвестниками, типа, никаких. Вот и все. Такие тонкости, я так считаю, что все должны знать, потому что каждый рубль у всех на счету, по-любому. Повторите, по-вот, в зеркалах. Ну, давайте почитаем. Вот такие фары. Совсем-совсем уже скоро будут новые фары, цельные. Сейчас там какой-то опять пакет, я вычитал, что 60 лет Октавии, ну и там что-то тоже много в него входит. На сайте, кому интересно, почитайте. И, в принципе, можно с таким пакетом купить. Давайте посмотрим в целом. Октавия 1.6, 110 лошадинных сил и автомат 6 ступка. Офигеть, что я? Да. Допов. Ну, тут дефлекторы. Видите, стоят. Потом, в общем, не особо указано. А вот у нас вот допы пошли. Накладка упора для ног. Накладки на педали, амортный капот, дефлекторы, окон, бразовики. Накладки на пороге, сталь, настил, багажник резиновый. И вот машина стоит, со всеми делами, 1 миллион 421 тысячу 200 рублей. Ну, извините, сдвигатель 1.6, почти полтора миллиона. Машина. Ну, да, автомат, но, извините, что-то мне кажется, это дороговато, не загнули. Давайте посмотрим, что здесь предлагает. Дверь широко открывается. Уплотнительный, как видите, здесь нет. Все мягкое, хорошо. Силитро-стекловременьки. Лифт-сидение. С этим барашком регулируем угол на спинке. Есть поясничный подпор. У нас тканевый салон. Тканевый же подлокотник. Ну и вот, 6-ступенчатый автомат. Большой экран. Климат-контроль. Ну и руль в коже. По высоте вылетово регулируется. Здесь какие-то кнопки еще даже есть. Здесь мягким отделом. Такая приборка. В багажник нет смысла смотреть. А вот еще у нас все. Тоже доп. идите. Октавия. Ну, не знаю. Миллион четыреста, как-то я считаю, дороговато с двигателем. 1,6 покупать. Как считаете? Ну, в принципе, вот еще. Четыре модельки мы с вами посмотрели. Как вам цены? Пишите, комментируйте. Все. Всем пока. Счастливо. Спасибо. 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 Продолжение следует...